всем привет наконец-то нашла чуть-чуть времени чтобы рассказать вам про работу начну с того что когда я искала работу я искала во всевозможных вариантах и посылаю резюме и выставляю свое объявление до такой степени что даже в ebay клянин сагин я выставляла ну и конечно же как же без фейсбука и все-таки сработало мое объявление в фейсбуке в группе румынии и нюнберг написал мне один парень написал что он сейчас работает на таком-то таком-то месте на такой такой-то работе не хотела бы я тоже попробовать и сказал что если хочу то могу определенное время подойти по определенному адресу и четыре часа сделать пробный день четыре часа в смысле поработать и потом сказать нравится не нравится и мне тоже скажут если подхожу или не подхожу когда я пришла на пробный день то я работала два часа в одном как бы делая кое-что одно и два часа другое значит работаю я сейчас в типографии может так сказать получается что они распечатывают разные рисунки надписи и так далее на текстиле то есть это футболки и батники фартуки какие-то сумочки и также на чашках по крайней мере то что я пока видела может еще на чем-то первые два часа я работала именно на станках которые распечатывают на текстиль получается там станок и 22 место на котором можно поставить какой-то там не знаю футболочку еще что-то и существует множество насадок допустим если это будет детский то для детской одежды какой-то какая-то насадка или если там допустим это футболка то другая насадка и так далее зависимости от того какие размеры чем больше размер естественно тем больше насадка нужно вот работала я за компьютером то есть получается на компьютер посылается все что должно распечатываться и она идет по поэтапно я получаю стопку вещей которые на которые должно что-то распечататься и каждой вещи прикреплен получается ну то есть вместе с вещью дается мне листик я смотрю по листику номер свирая его со следующим номером который должен пойти на печать если все подходит без страха все ложу ставлю закрываю и отправляю на печать и вот так вот потом после того как она напечатает я снимаю аккуратненько и чтобы она не сделала друг друга пока она еще мокрая переношу на на станок получается другой который сушит вот и ставлю тоже так что было ровно аккуратно чтобы она не сместилась не смазалась пока еще не высохла после того как она высохнет беру складываю вместе с тем листочком с которым она ко мне пришло и ставлю в ящик и так все вот ящик набирается вещами и потом его ставлю на определенное место из того места его уже забирают другие так вот первые два часа я поработала здесь а авторы 2 часа я поработала как раз среди тех других которые забирают этот ящик другой вид работы это за компьютером ты берешь допустим вот этот вот ящик который наполнился теми которые распечатывали в этом ящике по поэтапно ты берешь вещи и листочек который идет вместе с этим с этой вещи на каждом листочке которые прикреплен к вещи есть штрих-код компьютере есть программка которая уже загружена получается и я беру листочек сканером сканирую штрих-код на компьютер появляются все данные о об этом продукте которая должна сейчас запаковать я должна проверить точность выполненного рисунка то есть совпадает ли рисунок к совпадает ли размер вещи совпадают ли название вещь то есть если это там допустим написано что это бодика мне попалась футболка зеленого цвета а на самом деле там должен был быть бодик то еще и розового цвета и так далее то есть я должна проверить все полностью совпадает или нет а также должна проверить насколько чисто и хорошо был сделан рисунок потому что если на этапе когда распечатка идет если не за не если сделать как-то криво или если туда попадет ниточка или если она будет неровно получается что рисунок получится неправильно таком случае то есть я это все проверяю если хоть какая-то из этих если есть хоть какое-то несовпадение я помечаю это у себя в компьютере и также на листочке это помечаю и эту вещь откладываю в определенное место если все в порядке с вещью все совпадает рисунок все четко красиво я определенным образом ее складываю беру определенный пакетик потому что их там разное количество разные для разных размеров для разных наименований для да даже для того чтобы то есть по-разному смотря кто ее заберет из службы доставки получается что но это все конечно же помечено в программе и она облегчает это все потому что там написано какой конкретно пакетик ты должен взять я потом это все упаковываю и складываю в определенный ящичек то есть если этот дхл то я складываю там где дхл если это обычная почта складываю в обычную почту и тогда там есть разные варианты теперь все говорит компьютер во первых во вторых ты со временем просто привыкаешь что где находится и так далее уже автоматом когда ты берешь футболочку такого-то размера ты уже знаешь какой кулечек где взять ну и конечно к этому всему я еще прикладываю форму для возврата вещи то есть если вдруг человек что-то не понравится или не подойдет размер то он заполняет эту форму может прислать при помощи этой формы вещь обратно или поменять и вот когда я сделала там два часа и там два часа пробанный день со мной работало несколько человек и потом нас шеф собрал меня и тех нескольких людей которые работали рядом со мной и задал вопрос начало мне понравилось мне или нет конечно же я сказала да потом он спросил от них людей как я работала потом спросил других людей как я работал и потом он меня спросил а конечно же те должны были дать свою оценку как я работал сделать замечание и так далее оказалось что на распечатки я работал очень быстро и и меня там похвалили а уже там где вторая часть работы получается на контроль качество выполнения там и так далее и отправка там спорт парня уже были и они сказали что у меня не очень хороший немецкий потому что когда они что-то мне объясняли или задавали вопросы то я не все понимала вот и сказали что нужно делать чуть быстрее чем я делал ну конечно же потому что я старалась все делать правильно и качественно поэтому скорость у меня хромала но так как я училась то есть мне предупредили что и там и там я работала хорошо только здесь нужно чуть быстрее и спросили меня где я хочу работать на распечатки или на контроле уже и я сказал что хочу работать на контроле они удивились почему на контроль точно распечатки гораздо легче работается она контроль как будто отвечаешь за все и должен контролировать и должен быстро все это дело упаковывать и так далее я не могу объяснить почему мне захотелось именно туда на вторую часть получается которая проходила все после этого оказалось так что там где первая часть было две смены а а там где было вторая часть получается на которые которые я выбрала оказалось что там только одна смена только дневна ну то есть мне повезло и я оказалась вот я уже носила работу она очень даже лег легкая когда ты привыкаешь просто уже глаз наметан быстро все делаешь и к тому же это еще и в первую смену про зарплату я не имею права говорить потому что это было в моем контракте когда мне давали его на подпись я должна была сказать что то хорошо я не выдам такую информацию снимать я там тоже не имею права единственное я поснимала немножко на обеде и сейчас вам ну это конечно приложу и расскажу про обед не только про обед я еще говорила что я ищу работу чтобы она была не в три смены чтобы она была в городе эта работа находится в городе не за городом я могу туда добраться на общественном транспорте очень легкая доступность просто долго 15-минутные 30 минут на таких пауз нету есть одна 30-минутная но ты в любое время дня может спокойно выйти в туалет или пойти себе сделать кофе и вот самое интересное всем привет злопыхателям которые которых удивлял этот факт что я ищу кофе-машину чтобы она работе у нас есть кофе-машина мало того кофе-машина мне нужно было не просто то есть я не хотела обязательно чтобы было бесплатно и кофе и так далее главное чтобы была возможность попить кофе за деньги не за деньги неважно просто должно быть обеспечено рабочее место таким вот или кофе или чай но он должен быть так вот кофе-машина есть кофе мы можем себе сделать бесплатно довольно большой выбор кофеёв и горячий шоколад есть и даже есть безлактозное что-то данное не пробовал а также есть три микроволновки духовка конечно духовка мне не сильно волнует и этот плитка для чего же там нужна плитка оказалось что нам готовят супчики то есть я могу еще и обедать там совершенно бесплатно кушать супчики я кушала очень вкусно каждый день разные супы не похожи друг на друга я вообще удивлена таким разнообразием и я удивилась но мне понравились все супы которые я ела и мне очень нравится этот бонус вот такая у нас кухонька там кофе-машина всякие там чашечки ложечки тарелочки там холодильник здесь микроволновки там планшет на котором мы можем посмотреть сколько время осталось паузу проводить в работе нас подкармливают вот смотрите сверли супчики это я так понимаю для вегетарианцев вот там тоже написано это с мяском такую вот кастрюляку сварили и все приходят и кушают вот я тоже сейчас буду кушать вот нас подкармливают на работе обедом кормят еще неделю ну вот получается что я работаю с 8 утра до половины пятого полчаса у нас на обед а также конечно же очень хорошая вещь это у нас есть планшет мы приходим вводим свой номер мы регистрируемся что мы пришли когда мы идем на паузу которая обедена мы вводим туда свой номер и пишем что мы начали паузу и этот планшет эта программка знает что пауза у нас длится 30 минут и можно всегда ввести свой номер и посмотреть сколько минут у тебя осталось еще до конца паузы вот когда пауза закончилась тоже так вводишь свой номер пишешь все окончить паузу и идешь работать и когда уходишь тоже пишешь свой номер и может даже посмотреть сколько сегодня отработал сделаем быстренько выводы я искала не три смены у меня это получилось на этой работе есть две смены но мне даже повезло я сейчас пока по крайней мере работают в одну работаю с 8 до пол пятого это огромный плюс я могу не вставать в четыре утра и спешить на работу доходимость добираемость очень лёгкая мне нужно всего лишь проехать на метро и после этого пересесть на автобус и там две минуты я на работе но сейчас я добираюсь очень легко и просто это всего лишь занимает 20 минут максимум 25 потому что меня возит саша туда и возит саша обратно поэтому мне повезло и сейчас мне еще больше удобно потому что мы ездим вместе на работу от машины естественно саша меня возит на машине и мы вместе едем на работу он не отвозит на работу за 25 минут а потом ему остается до своей работы еще 10 минут проехать и точно так же он заканчивает чуть пораньше приезжают ко мне 10 минут и мы едем вместе домой так что мне сейчас вообще очень сильно повезло очень удобно и то что на улице пошел снег а сегодня пошел снег тот даже не сильно чувствуется потому что на машине на работу на машине домой это очень классно что там еще я хотела кофе-машину все условия есть кофе можно пить работа ну очень даже неплохая скажу так все современное достаточно эти компьютеры это все классно я люблю мне больше нравится с компьютерами работа чем с старыми какими-то там аппаратами вот ну и самое главное это атмосфера на работе получается что все заняты делом и даже у них нет времени сблетничать или еще что-то то есть получается даже если и было бы время там ну по крайней мере я поработал уже больше недели и мне очень даже кажется что нормальные люди потому что ну потому что нету ни одной тетки по крайней мере которая смотрит грозным видом на тебя как только ты переступаешь порог нету таких-то которые у меня были на прошлой работе и вот все улыбаются все классно и шеф когда приходит и не только шеф но просто это надо важно отметить что когда приходит шеф и здоровается с нами то вот так вот то есть кулачком мы ему тоже кулачком вот так вот и когда прощаемся тоже так вот и когда ухожу то мне желают все на фоябан то есть хорошего тебе завершение рабочего дня и так далее то есть все классно атмосфера доброжелательная хорошая теплая по крайней мере сейчас мне очень сильно все нравится но если не понравится вы знаете что я умею все менять всем спасибо за просмотр всем спасибо за поздравления за то что вы меня поддерживали злопыхательным тоже привет и всем удачи и с наступающими вас праздниками пока оттенять чем-то нечего дали для педагоги для лидии а санкеток а с